Расскажите, пожалуйста, дискомфорт какой-то приносит этот клуб? Дискомфорт? Да мы с ума сходим тут. Вот мы только говорим, что утром, понимаете, такое состояние... Так, уважаемая, не дискомфорт, а пытку, фашистскую пытку. Вот немцы издевались, когда брали, камеру закрывали и включали моторы. И человек сходил с ума. Вот у нас сейчас такое состояние. И когда наступает вечер, четверг, пятница, суббота, воскресенье, у нас уже заранее начинается трясучка и давление. Такой пытки, вот мне 80 лет, я за свою жизнь, я пережила очень много. И войну, и голод, и 40 градусов мороза, все что угодно. Но вот эту пытку сравнить невозможно. Это же психический наркотик, вы понимаете, это не звуки. Вы куда будете давать интервью? Это интернет-сайт. Вы знаете, что, вот я хочу сказать, они нас доводят до такого состояния, что мало того, что мы пьем снотворное, успокаивающее, не помогает. Утром такое состояние, хоть взорвать и метать. Или просто взять и убить кого-то. Я не удивлюсь, если там взрывы начнутся. Людей доведут до дочки. Многие поувозили детей, невозможно, дети не могут спать. В больнице соседка легла с приступом, не выдержала. Вот такое у нас. Скорую вызываем. Скорую вызывают у нас постоянно. Женщина только вышла с больницы, и уже третья или четвертая скорая. Она говорит, это ужас, это ужас. Я вот сейчас иду к приятельнице, она говорит, оставайся, я когда рассказываю. А все, кто куда, детей на даче, детей в селах, родственникам, только бы... Знакомым переночевать просятся. У детей нас переночевать. Вот до такого абсурда, девочка, вы журналист.